Здравствуйте! Спасибо, что остаетесь со мной. В предыдущем видео я вам рассказывала о том, как я мою свою голову и о своих маленьких правилах по уходу за своими волосами. Рассказывала о том, что нужно сделать для того, чтобы отрасти такие же длинные волосы, как у меня. А в этом видео мне бы хотелось вам рассказать и показать, чем я мою свою голову. Рассказать вам о тех шампунях, которыми я пользуюсь, о тех масках, которыми я пользуюсь, о тех кондиционерах, которыми я пользуюсь и различных других маленьких хитростях. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди вас ждет очень-очень много интересной и полезной информации. И так, как я уже сказала в видео о вступлении, об уходе за волосами, свои волосы я стараюсь мыть раз в 3-4 дня и делать это стараюсь мягким, щадящим шампунем. На данный момент моим любимцем является вот такой вот шампунь от марки Macadamia Professional. Это шампунь в объеме 1000 мл, то есть это 1 литр, честно говоря, для моей длины это как раз тот самый объем, который, собственно, доктор прописал. И это Whiteless Moisture Shampoo. Это очень легкий, неутяжеляющий, увлажняющий шампунь, который замечательно очищает мои волосы, который обладает очень приятным ароматом, который их не утяжеляет, который не ожирнит концы. И на данный момент мне этот шампунь очень-очень нравится и своим составом, и своим объемом. То, как он пенится, а пенится он замечательно, и то, как он легко смывается теплой водой. Признаюсь честно, я пробовала достаточно большое количество шампунев. Долгое время пользовалась шампунями Kiona. В марке Kiona у меня любимый шампунь вот такой вот, с зелененькой полосочкой. Собственно, все шампуни в марке Kiona. У них полосочки разного цвета и, соответственно, разное предназначение. В данном случае это шампунь Germ Regulating. Это шампунь для жирных волос, для того, чтобы уменьшать жирность ваших корней волос и увлажнять ваши волосы на их кончиках. Какое-то время я пользовалась этим шампунем постоянно, потом я переходила на другие шампуни. В марке Kiona мне также очень понравился шампунь для объема волос. Он, по-моему, желтенькая полосочка, если я ничего не путаю, и на нем написано «воду». На данный момент мне очень нравится шампунь Macadamia, и я ему практически не изменяю. Хотя периодически, если я понимаю, что корни моих волос начинают слишком активно жирниться, я могу на 1-2 применения, на 1-2 использования вернуться к шампуню Kiona. Он обладает очень приятным таким каким-то мятным освежающим запахом, и после того, как вы смываете его водой, у вас действительно есть ощущение, что ваши волосы прям вот, ну, очень чистые. Еще одна марка по уходу за волосами, которая мне очень-очень нравится, это марка Maracana Oil. В данном случае это мы видим шампунь восстанавливающий. Это восстанавливающий, увлажняющий шампунь. Это, если я не ошибаюсь, одна из самых сильных, самых питательных линеек марки Maracana Oil. Я пользовалась и шампунем, и кондиционером этой марки. Честно говоря, когда я пользовалась этими двумя позициями в тандеме, то я понимала, что мои волосы уже на второй день после мытья начинают жирниться. То есть для меня все-таки вместе шампунь и кондиционер Repair синенький от Maracana Oil, это было слишком тяжело для волос. Признаюсь честно, что в Maracana Oil у меня есть любимчик. В Maracana Oil я нежной-нежной любовью люблю масло. Само масло Maracana Oil в моем случае это будет вариант Light для светлых волос, который не утяжеляет мои волосы, который я наношу после мытья волос. И после того, как я подсушила свои волосы полотенцем на свои волосы, очень-очень обильно. На данный момент у меня его нет в наличии, но я в течение последних трех или четырех лет ему не изменяла, и оно мне очень-очень нравится. И я так думаю, что в ближайшее время я опять куплю это масло и вернусь к нему, потому что это один из тех продуктов, который пока что самый лучший, самый универсальный и, честно говоря, ничего лучше этого масла. Непосредственно в линейке Майс, но я пока не пробовала. Хотя перепробовала достаточно много, и обо всех о них вам с удовольствием расскажу. И еще один шампунь, которым я в последнее время пользовалась для мытья своих волос, это вот такой вот шампунь от KIO Sister. Это итальянская марка. В данном случае это шампунь с коллагеном и кератином, восстанавливающий. Честно говоря, этот шампунь так и остается у меня наполовину использованным, потому что он мне не очень понравился. Я периодически комбинирую его с шампунем KIONA. Когда я наношу шампунь KIONA на корни моих волос, то на кончике я как раз наношу именно вот этот вот желтенький KIO System восстанавливающий, который помогает мои кончики волос напитать различными питательными средствами. После того, как вы нанесли шампунь, аккуратно массировали его, пожалуйста, не забывайте, что шампунь надо не просто нанести, а потом смыть, но его надо хорошо, очень хорошо промассировать по всей длине ваших волос, и самое главное, по линии роста ваших волос, все те корни ваших волос, на которых, как правило, скапливается наибольшее количество загрязнений в связи с выработкой еще и кожного сала, а надо как можно тщательнее промассировать и вспенить, оставить на несколько минут и только потом всмыть. А не забывайте, пожалуйста, что чем гуче ваши волосы, тем более тщательно и тем больше времени надо уделять именно этому этапу, именно нанесению шампуня и правильному, полноценному вмассированию. Этого шампуня ваши корни волос и распределение его по всей длине.